Всем привет! Меня зовут Макс Брандт и сегодня у меня в гостях Брокш. Привет! Друзья мои, я выяснил, что некоторые из вас не подписаны на мой канал. Поэтому, если так и есть, то есть вы не подписаны, то быстро это сделайте. А те, кто подписаны, поставьте лайк. Прямо сейчас. Раз, два, три. Мало что, правильно, цы. И сегодня у нас семь необычных продуктов со всего мира. Ты готов? Я готов. С чего начнем, по твоему мнению? По моему мнению, можно начать... Я бы начал с тука. А вот и не угадал. Ну, как обычно, в принципе, да. Нет, ну можно начать с тука. То есть это... А ты с чего хочешь начать? С тука, с тука. Без радости. Наше мнение совпали. Все равно мы все съедим. Это новинка. То есть понятно, что тука это известная марка, все дела, но! Написано новинка, и мы не применули возможности ее попробовать. Там личина внутри, да? И сыр. Я думаю, что там... Как ты относишься к обычному туку? Да хорошо, в принципе, хрустящие солененькие штучки, они вкусненькие. А чем ты это скрываешь? А, окей. У тебя лучше получится. Спасибо. Там внутренность только с цветом сыра. То есть там от ветчины только запах даже сырный. Запах носков. Ну, как и любой... Как говорила моя учительница, когда мы открывали сухарики. Как и любой сырный вкус там у сухариков, у чипсов и так далее, это вкус носков и запах. А вот прямо ветчинка, причем, знаешь, которая такая вот... Прямо как вот... Прямо для бутерброда такая вот прям ветчина с хлебом, да? Да, вот обычный ветчинный орех такой, который открываешь, просто режешь, и вот она в коллюшках. В принципе, вкусненько. То есть в их стиле, то есть очень солёна, очень так вот насыщена. Термоядерно, да. Термоядерно. Как у них и там лук, и сыр, и всё остальное. То есть они в своём стиле тук не изменили себе и не изменили тем, кто им любит. Я ещё раз кусочек пушу. Я предлагаю переместиться, знаешь, куда? Куда? В Мадагаскар. У нас сегодня мадагаскарский шоколад, как заверяют на упаковке, но тут, конечно, есть хитрость. Контролируемое географическое происхождение какао-бобов, то есть бобы привозят. Вот делают у нас в Рязани на заводе, да? Упаковка, как бы она и так не очень большая, но вот по краям эти рамки они забирают. То, что должно быть в шоколаде. Жиды не доложили, да? Мадагаскарцы не доложили, а жиды нормально всё знаешь. Ты вот давай-ка это. Так вот, очень удобные штучки, то есть сколько тут? 12 штук? Город Озёры, Московская область. Там просто, видимо, по-казахски написано состав. Я обманул. Понятно, понятно. Итак, что мы видим? Мы видим параллелограмм. А, параллелепитет, прошу прощения. Квадрат. Так, квадрат, а вот уже в объёме параллелепитет. А, ну я плохо учился в объёме. Понятно. Ты учился в объёме? В объёме, да. Итак, то есть... Без наполнителя, без всего. Просто шоколад. Знаешь, похоже на что? Вот. Угу. Я хотел сказать хорошее. Ну, скажи. Судя по твоему лицу, нет, но такое. Скажи хорошее. Как это называется? Конфеты такие они в обсыпке. Трюфель. Угу. Трюфельный вкус есть. Брокш прав. Но... Что не так? Слишком горький шоколад для молочного. Вот что я хочу сказать. Всё-таки я попал, да? 49% на что-то сказал, что он горький. Не знаю, что прям от этого ли зависит, но он реально горше, чем ты представляешь. Потому что, когда молочный шоколад, я представляю, что там... Сладкий. Типа милк, типа альпингольд, когда тут прям вот сладость во рту. А здесь как бы шоколадная вкусная горечь, но вот несколько обманка. Окей, я предлагаю что сделать? Во-первых, утереть стол немножко, а во-вторых, попробовать один из напитков. Один из Австрии, а другой из Германии. Тебе... Давай мне попкуда... Это что? Австрия, судя по всему, да? Нет. И с языками у меня? Тоже не важно. Это немецкая кола, то есть написано лимонад кола, все дела Deutschland, в общем-то череповец. Не, ну это правда из Германии придумка немецкая, но, естественно, производит все у нас в России. Ты готов? Давай. Запах прям вот кольный. Я еще не почувствую. Угу, кола. Это 100%. Причем запах чупа-чупса со вкусом колы. Вот ты вспомнил, да. Да-да, есть такое. Вот прям тот же запах, то есть не обычный запах колы, который ты откроешься на обычном банке, а вот, опять же, фабричный, который добавляют в сосульки и вот в такие вот кока-кольные вкусные штуки. Ну, как после шоколада? После шоколада, конечно, чуть притупляется вкус. Ну, чуть-чуть отдается горчинке, естественно. После шоколада, тем более... Глазиков столько, как будто воздух пьешь. Я давно не пил просто. Воздух? Давно воздух не пил. Давно воздух не пил. Ну, на самом деле, да. Хочется отметить, что когда пробуешь не российскую колу, ну, я говорю условно, то есть, а вот какую-то либо вообще иностранную, либо оттуда обычную привезенную, либо колу, либо пепси, там прям очень много газов, намного больше, чем в обычной коле, привезенной в России. Кола как кола... Ну, ароматизаторы из чупа-чупа. То есть, запах другой, вкус, но, в принципе, обычный кольный. То есть, я не могу сказать, что это прям очень вкусно или очень невкусно. Это стандартная, по сути, штука, которую можно пить и нужно, если вы любите. Ну, в этом что-то есть. То есть, но она выглядит круто. Кёфель. Я подумал, что это кофе сначала. Потому что кёфель написано, а это кофель кола. Я предлагаю чуть порассосаться и... Хуль носу. Хуль носу это китайская производительница карамельных конфет. Хуль носу, говорит. Ох! Давай скажем насчёт 3, чем пахнет. Сейчас, сейчас, вспомню, как это называется. Сейчас, 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 сейчас. Давай. 3-4. Ягуар. Агресский яблок. Ты про машину надеюсь? Нет, 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 нет. Про животное. Конечно, в подъездах, которые... В вольерах. Ну, да. В вольерах, да. В вольеры там. Кстати, не так много, как казалось по такой упаковке. Здесь три вкуса. Красный, розовый и зелёный. Это вкусы именно. То есть, смотри, Apple Mint, то есть яблочная мята. Это грейпфрут, минт, грейпфрутовая мята. И стробори минт, клубничная мята. Я хочу пробовать грейпфрут. Я уверен, что я знаю, как по вкусу яблоко. Поэтому я даже его пробовать не буду. Потому что яблоко везде одинаковое. Трёхслойная штука, где в середине прослойка, видимо, мяты беленькая. А вокруг прослойка, как в карамели обычной. Тупо бон пари, но с мяткой. Это важно. У меня проблема небольшая. Ничего страшного. Как ты такую же съел? В другую будешь пробовать? Я за тобой повторяю. Выпижу? Нет. Когда я выпью, тогда ты выпьешь. Ну, естественно. Мы же у тебя в гостях, конечно. Да, я здесь живу. Вот тоже. Очень приятно. Классное окно. Это кухня. Мы здесь едим. Ну, пока что. Известный всем вкус грейпфрутов. То есть тут ничего нового. И мятка дает свою прелесть. Раскусим. Пожалуй. Мне не получилось. Что-то жестко. Ну, я до центра добрался. И как там? Что там? Очень ментолово. До центра засохну. Ммм. Че стоишь? Прям. Прямо. Таблетки от каши. Минт, 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 минт. Минт, минт. Друзья мои. Баварийан чипс. То есть баварские чипсы я не пробовал ни разу. Тем более вкус какой. Прочитай. Росбиф с луком пар. Вот именно. По-швапски. Кроват. Швапцы как-то пахнут землей. То есть, ну, не то, что землей, а вот когда картошку только выкапываешь, вот этот запах. У меня это ассоциируется с курицей, которая приготовлена в духовке, в специях. В специях и в этом, в курице по-французски, естественно, с кусочками картофеля. Ну, все это знают. Ребята, да, сырка это с земли. Ну, потому что картошка с таким запахом остырится с картофелем, который только что выкопали. То есть, это как бы свежий, понятно, вкус. Ну, а вот вкус уже... Я бы не сказал, что это прям ростбиф с луком по-швапски. Это соль, как бы, как минимум, как какие-то специики. Жестковатые, да? Ну, да, ну, это как бы... Спиласика. Как минимум. Я хочу сказать, что в их, так сказать, защите, потому что ты сейчас напал, то, что это такой вид чипсов. Баварские? Нет, именно такие, как бы, жесткие, типа, натуральные, потому что, типа, которые мягкие, там, очень масляные, они, как бы, типа, из муки картофельной, а это прям настоящая картошечка, но, естественно, она получается более жесткой. Ну, вкусно. Вкусно. Ну... Не знаю, где здесь лук по-швабрски, вот, по этой... По-швабрски, я думаю, что нигде. Дальше у нас идет I love fashion F18, то есть не F57. Да, я тоже об этом сразу подумал. А F18, то есть это безопасно для детей, но им нельзя, потому что это энергетик, и только 18+. То есть это от Fashion TV, от Мишеля Адамса, энергетичек. Очень крутая банка. Он из Австрии, потому что... То есть это Austrian Water Luxury Akai Energy. Хочешь открою? Да, мне. Потому что, ну, есть что внукам рассказать. Я открывал банку крутую. У Макса на кофе. Почему нет? Можно даже, кстати, попробовать? Можно? Конечно. Как я сейчас ему завидую. Я вот больше не завидую, окей. Как будто протухшие сливы окунули в воду, разбавили, помешали и залили в банку. Это австрийская вода, мальчик. Я многого не знаю, я еще молод. Не, это хорошо. Не, как будто, знаешь, жмых от сливы, когда вот ты делаешь сливовое варенье, вот остается жмых, вот этот прям запах. Я не делаю сливовое варенье. Кислятинка. А, нет, какая слива, это же клюковка. Вот жмых клюквы. Клюквенный морс, разбавили водой, СО2 добавили, ну, это углекислый газ. Добавили австрийскую водичку, завернули в фэшн-упаковку и, собственно, все. Так, давай посмотрим. Ягоды Асайи. А, вот, бузина, яблочный и лимонный сок. То есть, бузина все-таки, не клюковка. И не слива, да. Мне не нравится по вкусу. Ну, что-то как-то... Ну, понимаешь, у этого напитка есть, как бы, функции. Это не просто утрижать. Вставлять. Это как бы энергетик. Да. То есть, он повышает, я так понимаю, сердцебиение, давление, там, все дела. Ну, ты-ты-ты-ты-ты. А что, там, кофеин, все это есть? Мало ли, может, вовстрелить чем-то другим. Натуральный кофеин. 32 миллиграмма на 100 миллилитров. Ну, это чуть более, чем дохера. В общем, очень на любителя. Горьковато. Бузин на лимонный вкус. Тоже такой вот не для всех. Кстати, не чувствуется вкус энергетика, да? Вот как мы привыкли. Адреналин. Как мы с тобой привыкли. Конечно. Мы же прям по энергетике просто спецы. Можно диссертацию писать. Шоколад за 300 рублей, практически, чуть поменьше. Walnuts. То есть, это грецкий орех. А, я думал, это стеной орех. Стеной орех. То есть, молочный шоколад с карамелизированным грецким орехом. То есть, тут карамелизированный грецкий орех. Реально карамелизированный. Я думал, что я... Ты показываешь на 15 процентов. Типа, так много его. Невероятно. То есть, грецкого ореха здесь 15 процентов. 15 ли процентов грецких орехов вот здесь вот или нет? Потому что тут на 15 процентов. Ты как говоришь, есть тут 15 процентов или нет? Ну, если взять шоколадку всю за 100 процентов, то здесь больше, чем 15 процентов. Тебе платят они? Нет. Ой, да тут намного больше. Тут просто. Ну, что ж. А выглядит это вот так. Вот это Хейди. Она постепенно тает. Она тает во рту, а не в руках, как говорится. Очень тоненькая. То есть, тоненькая и тут. Вот сравни этот шоколад с тем. Согласись, что тут прямо сладость есть такая. Сладость, молочный шоколад и, конечно, орех реально карамелизированный. Ты чувствуешь карамель, да? Я чувствую просто похрустывание приятно. Вокруг ореха есть карамель. И, кстати, редко, когда встретишь шоколад с грецким орехом. То есть, миндаль, фундук, арахис, это все есть. Но вот грецкий не Уэйн, а орех. Так, тяжелая была шутка, не зашла. Бывает, бывает. Я реально не понял, о чем я. Уэйн грецкий. Легендарный хоккеист. Ох ты, как сильно. Я же думал, у меня на что присоединить Брюс Уэйн, а кто там, там, Лив Уэйн, да. Это прям... Дарите, не пожалеет тот, кому подарить. Потому что это реально прям вкусно и необычно. Конечно, блин, 300 рублей, но это дороговато. На 23-е, на 8-е. Так, честно раз в год. Друзья мои, надеюсь, вам было интересно, и вы поставили лайк. Вот здесь вот ролик на канале Брокша про опасную еду. Да, там как раз есть бузина, то, что мы сейчас пили. Подписка на мой канал, а здесь ролик на лайв-канале с другими, которых здесь не было, продуктами, тоже с Брокшем. Поэтому ссылки в описании, здесь все есть. Лучше всех, Макс Бранд, Брокш, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok